РОХОТ! 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 Очередной прорыв Олега Веретенникова, лучшего снайпера России, остающегося и по сей день одним из лучших форвардов России, которого, однако, Олег Иванович Романцев не призвал под знамену сборной России на чемпионате Европы в Англии. Именно после того, как Олег Веретенников начал эту комбинацию, Владимир Нидергаус забивает второй мяч. Итак, победа 2-0 в стартовом поединке. В матче, повторюсь, с армейцами столицы. То, что голы Тищенко и Нидергаусы были лучами света, и они не пробили облачка на небо, на небе подтвердили два последующих матча с текстильщиком и крыльями Советов. Самое удивительное, что Ротор не показал жажды борьбы, стремления доказать текстильщику, кто, на его взгляд, главная команда области. И так и не смог подрезать крылья набирающим высоту Советам. Но самарцы-то своей игрой потом доказали, что ничья в городе-герое, результат вполне возможный и вероятный. А то, что Вагоградцы не смогли переиграть разобранных перед сезоном камышан, очевидное невероятное. И скучно, и грустно по итогам двух матчей. К счастью, выезд в Нижний Новгород показал, что и Ротор может вознестись высоко. Встреча прошла в яростных атаках обеих команд, ничья 0-0. И начало, и конец марта стали похожи. В начале победа над ЦСКА. 30 марта разгром в гостях Лады. Разобрав на запасные части скрипящие и постоянно тормозящие транспортные средства 4-1, Ротор вновь подлил масло в огонь веры и ожиданий болельщиков. Но на ваших экранах пока тот самый курьезный мяч, забитый в свои ворота, игроком крыльев Советов. Действительно, невыразительно провели два матча с текстильщиками и крыльями Советов Вагоградцы на своем поле. Начало апреля на мартовское не похоже. Московский «Спартак», так же как и Ротор, невнятно начавший сезон останавливает волгоградцев. Поражение 0-2. Никифоров и Тихонов с подачи того же Никифорова дважды наказывают оборону волгоградцев за непростительные огрехи. Хотя ничего оригинального, ничего особо мудрого красно-белые в те моменты не создавали. Однако, две ошибки, два гала. Помолчи. Субтитры создавал DimaTorzok Чем дальше по сезону, тем веселее. В игре на Кубок страны во второй раз уже встретились Ротор и ЦСКА. Вновь удача 2-0. Продолжение следует. За удачей в Кубке страны следует успех в чемпионате. Динамовцы Москвы не устояли против разогнавшегося Ротора. Мы победили, и соперник лежит. Соперник в панике. Волгоградцы показывают, что они могут побеждать и демонстрировать красивую игру. Игру умную, содержательную. Игру, ставящую соперника в тупик не только на своем поле, но и в гостях. Логическим завершением усилий атак волгоградцев стал мяч, забитый после навеса Валерия Есипова Александр Беркетовым. На этот раз явный ляп со стороны защитников московского Динамо. Завершающий матч апреля столичная торпеда зацепилась за Ротор и на последних минутах вырывает очко 2-2. Полуфинал Кубка, не четверть финал. Спартак, не ЦСКА. В результате 1-3 в Москве. Ну и постепенно подбираясь к кульминации первого тура, игра Солании. Зрелище не для слабонервных. Всклеск эмоций, радость болельщиков, дриблинг, физические кондиции, техническое совершенство в исполнении футболистов. Все это матч Ротор-Алания. Первый мяч проводит Олег Веретенников после паса Владимира Нидергауса. Нидергаус в отчаянии мяч проходит в сантиметрах от штанги. Нидергаус ликует мяч после штрафного, пробитого этим футболистом. Залетает в ворота Дмитрия Крамаренко. 2-0. Гордым кавказцам пришлось усмирить свою гордыню. Унижение, на наш взгляд, выше среднего. В этот день Ротор играл, как один из грандов европейского футбола. Бывают дни в истории команды, когда удается буквально все. Но удается не за счет случайного. Возможности, которые появились откуда-то совершенно невзначай, а за счет слаженной комбинационной игры. Игры, в которой один за всех и все за одного. Итак, 3-0. Чемпион и лидер сезона повержен. Последний матч перед перерывом был не столь ярок и содержателен. Но все же 3-1. Победа Волгоградского Ротора дома в игре против новороссийского черноморца. Первый мяч в исполнении Владимира Нидергауза. Забил Нидергауз. Тут же ему ответил Олег Веретенников. Забил Веретенников. Хочет забить Нидергауз. На этот раз штанга. В конце концов, сработала связка Веретенников и Нидергауз. 3-1. Ротор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова